Суета в квартире Христодоловых В Казахстане Еще ездили мы на море, ездили на Азовское в этом году. Мы каждый год стараемся куда-то выезжать. Они всегда рады видеть друг друга. Им всегда есть о чем поговорить, собравшись вокруг самовара. Как прошел день, что интересного было в школе, куда поедем на каникулах. Все обсуждается и решается сообща. Здесь всегда рады гостям, даже если они приходят под вечер и начинают выспрашивать о житье-бытии. У нас Никита есть большой и есть Никита маленький. Вот они вместе сидят. Вот Никита большой, а это маленький Никита. Два Никиты. Ну у нас много Слав, конечно. У нас Вячеслав Иванович есть, Вячеслав. Вячеслав. Тоже так же Христодолов Вячеслав Иванович, внук. Да. Есть сын Вячеслав. Вот так что у нас и Вячеслав. Но когда решили, Катя, хотели Ярослава назвать Славиком, это был перебор. Мы сказали нет. Но все равно назвали Ярославом то же самое, что будет еще и Славик. Вот как папа. Кто похож на вас, а кто на Вячеслава Иванович? Кто на нас? Вот на Вячеслава Иванович, наверное, Саша. Никита. Девочки, наверное, вот на меня. Никита на меня, ты на меня, ты на меня. Я про большого говорю. Маленький сразу на меня смотрит, за что он на меня похож. Сразу смотрит. Ничего особенного в том, что дети похожи на своих родителей. Удивительно то, что большинство детей Христодоловых рождены совершенно другими людьми. Впрочем, об этом они не вспоминают. И даже папа Вячеслав Иванович уже не может сходу сказать, кто кровный, кто усыновленный, кто приемный. Они родные и очень любимые. Так говорят, вот какой пальчик не порежь, и вот всех больно. Всех жалко, всех любишь. Ну, есть, есть, не скрываю. Это вот когда 8 было, у меня была самая младшая, самая младшая, Катюша. Это мое было. А сейчас у меня Никита маленький. И когда мне старший говорит, вот, мама, ты его балуешь, мам, видишь, я всегда на его стороне. Я его, вот я его больше там, все. Вот это вот, внимание, наверное, больше им даешь. Любишь одинаково, все. Каждого, как в разной ситуации. Например, у одного что-то случилось, да, сейчас внимания ему больше надо. Случилось у другого, что-то не ладится, тому внимания больше только так. Вот. А если не любить, ну, как не любить? Нет. А так все равно все получается? Всех, всех. Младший кисел. Младший, всегда. Всегда. Я всегда его называю подскребышем. Он меня спрашивает. Мам, а ты меня тоже рожала трудно. Я говорю, очень. Хотя это у меня вот ребенок приемный. Но ему так хочется. И он знает. Он и говорит. Я знаю, меня родила мама. Я знаю, что я его родила. Я даже мысли нет. Мне кажется, я ей Пашу родила. Это мое дитё. В последнее воскресенье ноября семья Христодоловых вновь соберется за общим столом, чтобы отметить главный в их календаре праздник – День Матери. Ну, а пока есть время, Лидия Викторовна может присесть ненадолго и поделиться секретами счастливого материнства. В собственных нас было четверо. Один брат и три сестры. Вот я, получается, предпоследняя, третий ребенок в семье. Ну, так получилось, что мама очень рано умерла, в 47 лет. И у меня на руках осталась младшая сестренка. У меня мама болела. Вот 11 лет она лежала. И мне очень не хватало, наверное, ее. И я, наверное, на своей шкуре, что ли, поняла, что как без мамы тяжело. Что мама должна быть рядом, мама должна и приласкать, мама должна и погладить, мама должна поцеловать. У нас вот мальчики все, они все и девочки, они все поцелуются, они все целуются, они все обнимаются. Вот я бужу в школу куда-то там, в институт, в университет. Я подхожу, Пашуль, вставай, сыночка. Я могу три-четыре раза подойти, потом подхожу. Паша, ты вставать будешь? Мам, сейчас, ну, поцелуй. Вот этого, наверное, мне не хватало нам. Потому что мама очень болела. И нам, наверное, захотелось, наверное, кому-то, что ли, вот так, я не знаю почему. Ну, хотя бы у мужа он был один, он был, все было для него, для мужа, все для него было. И, внимание, родители, все было для него. Но, как факт, мы не разошлись во мнениях. Ну, не говорили на эту тему. Ну, так получилось, что вот сколько там своих уже. И так вот, ну, как, сказали, не будет больше. И мы решили, как это не будет, вон их сколько детей, это тоже наши дети. И все, и первые дети, вот у нас Наташа, Леня, Сережа. Они вошли в нашу семью, мы усыновили. И тоже мы никогда не смотрели детей. Так получилось, что муж ездил в Шамерлинский детский дом, он работал там по снабжению. Приезжает, говорит, мальчика такой посмотрел, чонки такой красивый. Мы приезжаем тут, приехали туда, он говорит, а его брать нельзя. Тогда же тоже уже стали не делить детей. Но это правильно, что нельзя делить детей, если они с одной семьей. И директор детского дома говорит, а вы знаете, вот у нас есть трое детишек, которые полгода не могут привыкнуть. Совсем маленькие, вот и девять месяцев, малюхонькие. Мы сказали, берем. А вы его еще не видели, мы берем. И через неделю мы поехали туда с гостинцами. Ну, тогда же так транспорт не ходил, как сейчас. Сейчас вольно можно было доехать, а тогда, перед 90-ми годами, это очень трудно было добраться. У нас был москвич старенький, задрыпанный такой, мертвенький. И мы поехали туда. Привезли подарки, а директор детского дома говорит, они кричат за вами. Я поднимаю глаза, у меня Наташа там машет рукой и кричит, вот такая бежит, манюхонькая, кричит, она говорит, все. И мы привезли их, все знают, не оформленные к семье домой. Мы забрали их. И решили так, если не получится усыновление, мы будем опеку. Но мы уже их никуда не повезем. Только подумайте, в 23 года у Лидии Викторовны было уже 8 детей. И при том, что рассчитывать на помощь бабушек-дедушек не приходилось. Я работала, я работала на хлопчатобумажном комбинате, мастером. Потом работала много на общественных этих, но больше я была с детьми. Я выбирала ту работу, которая мне позволяла бы быть с детьми долго, много и подконтрольно. Чтобы я могла проводить их, чтобы я могла накормить их, чтобы я вечером проконтролировала, где они есть. Это, вот в семье, это очень важно для женщины. Чтобы был контроль за ребенком, наверное, как больше было общения с ним, чтобы больше ты его видела, тогда они вырастают именно домашними. Когда мама утром уходит рано на работу, вечером возвращается, ребенок спит, ну а о какой домашности общения может быть, речи быть не может. Мы были, да, вдвоем с мужем на то время уже все. Родители уже умерли, и мы были вдвоем. Ну и как вот? Не страшно было? Да я, мне кажется, я об этом даже и не думала. Я хотела детей, и все. Я, мне, например, не тяжело было вставать утром, там, раньше. Сейчас легче, сейчас кинул, машинку она стирает, а раньше стирали, квартиры не было, стирали, ввозили воду в холодной воде, с колонки прополаскивали белье, еще нужно было его кипятить, да еще надо было крахмалить. Раньше это сейчас проще, машинку кинул, а сама стирает. Сейчас такой трудности нет. Сейчас легче мамам. Памперсов не было, подвузников не было. Вспомните, как мы, ой, это вообще, вам просто, ну, как вот, мой возраст, мы это прошли. Что это? Были моменты, когда вот хотелось так вот, да, ой, все? Да. Честно, да. Были. Были. Все, думаю, господи, как я устала, как я устала. А потом посмотрели, сопят, спят. И проходят, ну, пусть час-два, или утром встаю, все уже по-другому. Все, я уже встала, ой, ну, мама, ну, что, ну, как, 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 как я без них? Никак. Никак. Без них никак. Без них у меня, может быть, и даже и меня бы не было. Может быть, и жизнь моя не состоялась. И вообще, без них, да я даже и в помыслы такие, ну, я знаю, что было бы все по-другому, может быть, все повернулось бы. Я не скрываю, мы очень и очень любим друг друга. Я всегда на весь, как мы говорим, я на весь мир могу закричать, что да, я не стесняю, скажу, я очень-очень люблю своего мужа. Я за ним, как за каменной стеной. Я знаю, это моя опора, это моя жизнь, это все мое, все. Потому что у нас папа, он за столько лет, он не назвал даже плохим, дурным словом меня, не то, что там оскорбить. Никогда. Ни вино, ни водку. Даже речи быть не может об этом. Вот как? Всю жизнь прожили. Дети зато не видели ни драк, ничего, и они все это берут в свою семью. В своей семье дети заберут и другие неписанные правила. Их у Харистодоловых немного, но они очень важны и действенны. Семья наша для того, чтобы ты пришел в семью, чтобы ты мог сказать свое мнение, высказать, чтобы его выслушали. Даже мы не согласны с ним. Оспаривай, если ты прав, доказывай. Мы будем слушать тебя. Если и ты должен прислушиваться нашего мнения, что мы хотим. Но жить, как вот в нашем государстве маленьком, выполнять, как я вам говорила же, наши требования, наши все законы, это наши. Мы зашли, все, это твой дом. Все. Здесь ты хозяин, ты что хочешь, здесь ты делай, ты проверяй, ты смотри. Все, ты можешь все трогать, смотреть. Ты домой, сынули, пришел. Все. И все. Но кто-то стеснялся, кто-то чего-то. Те трое у меня, сынули, они потрошили неделю дома нам. У меня все валялось. Они кругом лазили. Наташа наряжалась. Наташа доставала все, что было. Все. Чем раньше ребенка берешь в семью, тем лучше. Это ясно, да? Ну, а когда сами гены заложены, да, проявляются. У нас было с одним мальчиком. Вот у нас. Это трое, которые попали в семью. И у него очень-очень такое вот сложное все, все-все было. Все. И вот именно оттуда. А может быть и не оттуда, говорю. Может, мы не так что-то сделали. Вот кого докажешь? Потому что если брат и сестра идеальные, такие, ну, не прям идеальные, как говорим, идеальные, только ангелы. А мы-то что, все грешные? Ну, они работящие такие. А тому не надо. А тому надо столкача. А тому это. А может быть, оно было бы у меня такое, дитя, я такого родила. Какая тут генетика? Есть в семье, где рождаются дети, сами родители родили и говорят, а откуда же оно такое получилось? Бывает и так. Мы никогда не закрывались. Были ситуации, что мы, наоборот, говорили в органах опеки, что говорите адреса, не скрывайте, пусть приходят и общаются. И это было. Сначала они приходили, сначала они появлялись. Я всегда только ставил слово. В любое время приходите, берите, общайтесь, говорите. Потому что мало чего. Может быть, я такая хорошая показываюсь, что такая добрая. А может, я снутри вообще не человек. Всяко может быть. Поэтому берите ребенка, он будет открыт вам. Он вам скажет, что нравится, что не нравится. Хотя бы я буду знать. Сначала ходили. Ну, а потом они терялись. И потом вообще уже и не приезжают, и уже сколько лет. Конечно, детям хочется знать, откуда они и свои корни. Поэтому мне хотелось бы, чтобы они общались. Хотелось бы, чтобы они знали, откуда они. И любви много не бывает, я всегда говорю. Я их буду любить, и вы будете любить. Это будет он даже крепче на ногах будет стоять. Он будет уверен в себе, что он не какой-нибудь там изгой. Ведь я говорю, дети кто? Дети – это вот как сорняк на улице. Между бетоном вылез, его затопчут, вырвут с корнем. Это ребенок. Поэтому не надо позволять, чтобы его топтали. А когда так, говорю, оно превращается в клумбочку. И там будут шикарнейшие цветы. И так получилось, что... Говорят, мам, вот я хочу съездить посмотреть. Нет вопросов. Мы с Катериной с дочерью собрались, мы нашли ее, повезем тебя к бабушке, к дедушке. Они его не видели 9 лет. И повезли. Но мы думали, мы сейчас приедем, и там будет передача «Жди меня». Слезы прощения, кто-то кого-то будет обнимать. Мы готовились к этому. Мы заехали в магазин, взяли там торты, все. Говорят, ты не говори, что тебя везут родители, мы туда подвезем тебя, и ты пойдешь. Я его везу, а у меня в душе ревность. А вдруг он там останется, эгоистка. Я говорю, у меня ревность такая, до слез. И мы привезли его туда. Час, наверное, нас его никто там не встречал. Мы стояли, ждали. Потом мы давай сами напрашиваться. Он давай звонить. Я же жужую приехал, а ехать далеко. Бабушка вышла, ручки заложила за спину. Бабушка, я думала, она совсем старенькая, а бабушка моего возраста. Она вышла и говорит, ой, это ты такой большой стал. И пришла мама, которая не видела, сколько лет ребенка. Она вышла и говорит, ой, какой ты большой стал. Вот и все. Свои детей Христа Долова не только любит, но и гордятся. Все как один выросли и растут хорошими людьми. Добрыми, честными, отзывчивыми. Лидия Викторовна знает, даже если они уедут далеко от дома, из города, они всегда будут рядом. Так же, как всегда были рядом мама и папа. Когда Никитка уходил в армию, его забрали в Канаш, а я тут с давлением, папа едет тихонько на машине. Мы три дня жили в Канаше с папой, утром рано выскакивали и были там, возле приемного призыва. Он идет к вокзалу, ведут. Я рядом бегу, он с сумкой, а мама бегом рядом. Через 10 дней присяга. На машину-то поехали. У тех мальчиков, вот у старших, я у всех была на присяге. Были тяжелые времена, это 90-е годы, денег нет. Я выкарабкивалась по-разному. Но я у каждого ребенка была на присяге и объездила кругом. Я не позволила, чтобы мое дитё на присяге стояло одно. И не позволила бы никогда. И когда, вот первое то, что это в Мурманске, телефонов не было. Ничего не было. Сережа мне пишет письмо, это из усыновленных. Я говорю, мам, как мне трудно, мам, как-то мне трудно. Все им пишу, Сереж, пожалуйста, проси маму Люду. Говорят, ну, кровных просишь, ее уже нет, она будет помогать. Мне говорят, я прошу маму Люду, а снишься ты. Для меня это было. Я просил маму, а приснилась ты. А другому поехал на присягу в казачьи лагеря. Поехала туда, он мне говорит, все мальчишки, ну, не успели нам сообщить, что присяга, не дошли письма, не дозвонились к нам. И он последние денежки стратил у нас свои. А мальчишки, говорит, наверное, говорит этот, ну, не приедет. Он сказал, моя высчитает. Я вам сто процентов говорю, моя мама сейчас будет здесь. Говорит, смотри, мальчишки, мы поднимаем глаза, чьи-чьи родители. Это вот у Славика. Ну, я же сказал, моя высчитает, моя приедет заранее. Ко всем. Пурга, метель, Тотская, закрытый город, не знаем, куда едем. Ночью, темнотище, едем с папой. Я высчитала, через два дня присяга. Она дорогу, может, подольше выйдет. Будем хоть в машине ночевать. Тогда. И мы были на присяге у детей. Никита звонит, мама, вы теперь не успеете. Присяга через 11 дней под финской границей. Я говорю, сына, мама за границу успеет. Чего ты переживаешь? Ну, да, мама, это же, наверное, очень дорого. Это не должно тебе касаться. А я, говорит, мальчишкам сказал, моя мама приедет. Никто еще вашей не приехал. Одна тетя, которая живет в Питере, приехала к мальчику. Это жутко смотреть. Когда у пацанов слезы на глазах, им нужна какая-то опора, а никого родного нет. И когда я туда приехала, и мы стоим табором, мы все на машинах, и там командир спрашивает, так, а это у кого, говорит, у кого, скажите, у кого приехали родители и родственники? И вышел только Никита, это все мои. Семья Христодоловых – своего рода гелиоцентрическая система, где все вращается вокруг мамы. А сама она, вопреки всем астрономическим законам, вращается вокруг всех. И не устает благодарить Бога за то, что он так щедро наградил ее. Вот почему стали брать детей? Берут, 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 там, 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 два, там, три, потом ворачивают, потом говорят, ой, а я не досмотрел, а у него там сопли текут, а я не посмотрел, у него кочеряшки полезли по голове, а я такого не хотел, и начинают ворачивать. Это называется, пошла мода на. Вот взять ребенка, это мода. Как штанишки порватые с дырочками. Была же мода, да? Как туфли с узкими носами. Думается, так. Поиграли и отдали. Так не бывает. Мы никогда не смотрели детей. А Бог дал нам вот каких. Счастье. Это не наша воля. Это что-то свыше. Вот все, что дается, все прописано. Вот, наверное, вот это моя жизнь расписана. Я должна ее прожить вот так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова